Доброе утро, дорогие друзья! Итак, мы все время пытаемся разбираться в жизни наших праотцов, Авраама, Якова, Ицхака. Мы должны учитывать то, что видение наше и их этого мира абсолютно другое. Они смотрели в мир будущий, а мы своим коротким взглядом видим, вот здесь хотим устроиться, здесь в поезде 120-летнем вот этой поездке. Давайте вот разберем простые вещи. Все люди сейчас очень много клиник такие, люди хотят уколы себе делать, чтобы не состариться. Чтобы вид был молодой, красивый. Но люди раньше не старели. Если кто изучал Кабалу, там все это описано, и в Медрашах люди не старели. Люди были вот такие вот, как родился примерно, 20-летний примерно был до конца своих дней. Авраам, первый человек на земле, который обратился к Богу и сказал, это не годится, так надо, чтобы отличить отца от сына. И Бог сказал правильно, я хотел, чтобы появился человек, который это понял и сказал. И Аврааме первым в Торе написано, скончался Авраам в старости. До этого слова старость не употреблялось вообще. Дальше. Люди жили очень хорошо, комфортно, не страдали, они великолепно себя чувствовали, все хорошо у них. И что Ицхак, великий Ицхак сказал Богу, нельзя, накопится много грехов, если у нас все будет хорошо, никакого страдания, то тогда человек придет в тот мир с кучей грехов. Бог сказал правильно, я ждал, чтобы человек такой был, как ты, чтобы понял. И написано в Торе, а что об Ицхаке? И когда помутились глаза у него, первого которого начались страдания, Яков, великий Яков, который в этой недельной главе с нами, что люди не болели раньше, люди доживали до какого-то возраста, чихнул и умер. Все. Казалось бы, в нашем понимании, ну идеально. Яков сказал Богу, нет, человек должен поболеть перед смертью, он должен как-то обдумать все, прийти в себя. И написано первым о Якове, что, и сказали Йосифу, вот твой отец болен. Так появилась болезнь. Поэтому вопрос возраста, он такой себе. Мудрецы говорят, что в какой-то момент в нашем самосознании проявляется вот разрыв между датой рождения в паспорте и самоощущением. Это нормально. В еврейских источниках часто вообще поднимался вопрос долголетия, как оно достигается, и написано всегда, что это не путем строгой диеты, не постоянными физическими упражнениями, хотя это, наверное, полезно. Рецепт очень странный. Удерживай свой язык от зла. Написано, что именно вот так вот, вот так вот влияет это все. Почему это можно долго рассказывать, не в рамках одного какого-то пятиминутного рассказа. Давайте я лучше расскажу и Майсу от Одесского раввина. Рассказывал он, что у раби Шмуль Рабинолича, главного раба Стены Плача, был друг в Канаде, Джерри Грифштейн, он был сенатор канадского парламента, и вот, когда ему было 80 лет, он звонит Раби, говорит, Раби, я хочу, чтобы вы приехали на мое 80-летие, он не мог покинуть никак в это время Израиль, и он ему говорит, ну да, дайте мне благословение, я начинаю огромный проект, там газеты на японском, китайском языке. Раби молчил, ну ничего молчить, ну, Раби, я просто хочу, Раб говорит ему сейчас, что я должен сказать 80-летнему человеку, который начинает новый громадный проект. Тот засмеялся, говорит, я вам расскажу короткую историю. У меня каждые 10 лет кризис возраста, в 50 я вообще впал в жуткую депрессию, и так вот как-то я начинаю смотреть и думать, что я сделал в своей жизни, и отвечал, что видел многих людей, которые сделали больше, и так далее. Моя жена убедила меня пойти к Любавическому Рэбе, и вот когда я встретился с ним, то он сразу увидел, что со мной происходит, я не стал ему рассказывать, и он говорит, что вы знакомы с Танахом? Я ему говорю, да, знаком немножко. И Рэбе спрашивает меня, а кто был величайшим лидером в истории еврейского народа? И сам же отвечает, Маше Рэбейну. И он дальше ему говорит, а знаете, в каком возрасте Маше встал во главе народа? Тот говорит, не знаю. И Рэбе говорит, 80 лет. Как 80-летний человек вообще мог взять на себя такую огромную задачу, возглавить такой, ну, мягко скажем, непростой во всех отношениях народ, как еврей. Ему это удалось, сказал Рэбе, только потому, что он никогда не оглядывался назад. Он смотрел только вперед. Он не спрашивал себя, что там уже я сделал когда, или где мне было хорошо, или что было вчера. Он постоянно задавал себе вопрос, что мне предстоит еще сделать. А пока человек смотрит на то, что он еще должен сделать, он остается молодым. Когда он оглядывается назад, он стареет, сказал Любавический Рэбе. И вот сенатор этот раз закончил свою историю такими словами. Я праздную свое 80-летие, чтобы у меня была возможность исполнить указания, данные мне Любавический Рэбе 30 лет назад. Каждый раз, когда, кстати, Рэбе Любавический говорил спасибо кому-то из посланников, он тут же благословлял за его хорошие новости, спешил добавить задания и требования еще на будущее. Это урок для каждого из нас, нашей сегодняшней недельной главы. Не оглядывайся назад, то, что было, то было. Смотри вперед. Надо видеть то, что мы еще не сделали и определять то, что мы должны сделать дальше с Божьей помощью. И так будет порядок. Брахава, Ацлаха, всего самого лучшего. Подумайте.